Эволюция на самом деле довольно странная штука. Иногда с организмами происходят такие странные изменения, которые на первый взгляд просто нелогичны и бесполезны. В данном случае остается только смотреть и удивляться, а после прохождения культурного шока строить еще более шокирующие теории. В этом видео я расскажу о семи, ну очень странных группах вымерших животных, эволюционный пранк которых зашел слишком далеко. Ну и начнем мы с момента докембрийского взрыва и идиокарской биоты. Вообще идиокарская биота по сути своей являлась предковой к тем типам организмов, которые позже заселят планету после кембрийского взрыва. И казалось бы, мы должны находить просто тучи предковых форм, знакомых нам хотя бы по общему плану строения, совпадающему с планом строения их современных потомков. На этом моменте нам стоит обломиться и поговорить про Диккенсонию. На самом деле до сих пор никто и никак не смог причислить данную группу организмов хоть к какому-нибудь классу, по типу или хотя бы типу. Все настолько печально, что даже неизвестно животное ли это вообще. С другой стороны, возможно у нас есть ее может и не потомок, но явственно похожий по строению вид животных, а точнее целый тип, пластинчатые. На основе этого и было предположено, что Диккенсония была донным двуслойным организмом, питавшимся на бактериальных матах. И видимо даже была способна худо-бедно передвигаться. Две главных особенности этих организмов это пропорциональный рост и скользящая билатеральная симметрия. Все мы знаем, что молодые формы любого животного, не имеющего личиночной стадии, очень отличаются пропорциями тела от взрослых. Другой размер глаз, строение черепа, отношение длины ног к телу и многое другое. У этих животных рост и, если можно было так выразиться, взросление, такими особенностями не выделялись. Ну а по симметрии это вообще диакарский тренд, так как такой вот симметрии наискосок, когда правый сегмент сдвинут на половину левого сегмента вниз, по сути среди современной живности и не осталось такой симметрии, разве что вторично приобретенная. Так они и жили, в виде большой донной лепешки, что наверное и привело к вымиранию с появлением активных хищников. Уж слишком легкая эта добыча. Соседом Диккенсонии был еще один странный организм – галлюцигения. Игольчатая форма, странный способ передвижения, возможная яркая окраска. Все это делает данное существо достаточно странным, чтобы попасть в это видео. Но по крайней мере мы знаем, что группа, куда входила галлюцигения, дала предковую форму современных анихофор, а также возможные тихоходок. С другой стороны, того, кто видел, как морские огурцы блюют своим кишечником во врага, такими доисторическими проточервями не удивить. Поэтому перейдем на чуть подальше, уже к рыбам. Геликоприон – очень странная акула, жившая с середины карбона по пермский период. Имела в своем оснащении спираль с зубами, расположенными по ее краям. С этой рыбой все настолько плохо, что до сих пор нет общего мнения, где же эта спираль находилась. В ранних реконструкциях ее помещали на нос рыбы, позже перенесли на нижнюю челюсть. Сейчас есть мнение, что спираль была частью системы глоточных зубов, что хотя бы благоволит законам гидродинамики. С зубами на выкат плавать, на мой взгляд, не совсем удобно. Сальтозавр. Так бы и оставаться ему рядовым некрупным титанозавридом позднего мелового периода, если бы не наличие брони на спине. Первоначально, когда этот ящер был найден в 1980 году, бронепластины посчитали примесью костей какого-либо анкелозаврида. Но теперь с полной уверенностью можно сказать, что броня принадлежала именно ему. Видимо, в те времена данная инновация действительно была полезна, в частности, для защиты от одиночных крупных абелизавров. Немровиды. Отряд кошкообразных млекопитающих, достигших расцвета примерно 28 миллионов лет назад. Внешне и, скорее всего, по поведению, были похожи на современных кошек. С другой стороны, они же и имеют с ними общих предков, но настолько общих, что отделились от этого общего предка одновременно с псовыми и кошачьими, что означает, что сходство с кошками – результат конгергентной эволюции. В частности, большинство представителей имело клыки, похожие на клыки смелодонов – саблезубых кошек, но из-за формы этих клыков вместо саблезубых их часто называют кинжалозубами. Правда, не кошками. Эндрюзарх. Для обывателя довольно странный тип. Судя по строению черепа, был, скорее всего, примитивным всеядным животным, одним из самых крупных возможных хищников среди сухопудных млекопитающих. И все бы было как по маслу, если бы он и пара десятков его родственников не относились к отряду копытных. Короче, хищная лошадь, если уж совсем утрировать. И самое веселое в этом факте то, что это не такая уж и редкость. Живите с этим. Фараракасы. Южноамериканские птицы из отряда журавлеобразных. Жили с палеоцена до плеоцена и вымерли после объединения двух Америк панамским перешейком, не выдержав конкуренции с фауной Северной Америке. Были хищниками, а иногда и падальщиками, а также по совместительству с самыми крупными птицами в истории Земли. Кстати, у гусеобразных также были своеобразные гиганты. Группа гасторнисов, куда относят и широкоизвестную диатриму. Правда, в отличие от фараракасов, гасторнисы были скорее растительноядными, да и меньших размеров, хоть и обладали куда более массивным черепом и клювом, способным ломать кости. Вот такие гуси-лебеди. Это было видео по заказу, как вы просили. А теперь я удаляюсь. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и ждите новое видео.